Ой, все, вышло. Нифига, я думала, уже не зайдет. Так, всем приветик. Hello, помахаю. Тоже как-нибудь. Так, ну что, всем приветик. Как у вас делишки, что делаете? Таточка, ты очень красивая. Спасибо большое, мне очень приятно. Салют. Господи, какая же вы красивая, большое спасибо, мне так приятно. Правда, очень сильно. Тебе большое-большое привет. Так, куда едешь? Я уже закончила все свои дела. Съездила домой. Встретила Валеру. Оставила Бетти с Валерой и поехала к друзьям. Привет, это Мадине. Мадине, большой привет. Так, где дочка? Дочка с Валеркой. Валера скоро улетает и у них, короче, последние деньки. Так, скучать будешь? Ну, мне-то че скучать, а мне? Ну, как-то... Ну, че скучать, я ж с ним не живу. Я думаю, что эта макия не лучшая для тебя. Ты выглядишь гораздо лучше. Я не знаю, может... Я не знаю, может быть, это правда, может быть, не знаю. Я не знаю, это просто европейский. Иногда ты думаешь, что это хорошо, что ты не без makeup. Иногда ты должен быть в makeup. Это после мудра, я думаю. И после места, где ты идешь. Как обстоят дела с съездом? Нормально. Сегодня, конечно, все равно на 6 килограмм больше, чем я отрочила. Сейчас я 55 килограмм, или сколько там получается? А мне надо 49, какой-то 48, 49. А сейчас я 55. Ну, худенькая, конечно. Hi, dear, how are you? Hi, I'm very fine, thank you. Where are you? Передай мне привет. Гельдерай, привет тебе большой. Просто я не знаю, правильно прочитала имя или нет. Ты где еще? Я сейчас еду в машине, еду к друзьям. Все равно Алена, Киев. Аленочка из Киева, я передаю тебе большой-большой привет. Я желаю удачи, всех твоих делах, тебе и твоя семья. Мерхоба. Так. Привет из Киева. Киев, привет. Кстати, так мечтаю съездить в Киев. Правда, прям мечтаю. Почему-то уже очень давно. Мне вообще очень нравится Украина, и я бы хотелось через шестую минуту. Переходите на лево. Я была один раз в Киеве, но это было очень давно. И я была в таком возрасте, подростков, немножко не то. Как в возрасте? Я была лет 17-е. Я тогда ездила на свой брат. Вот. Просто его жена была оттуда. И как-то было не то своих гулянтов. А я сегодня хочу съездить в Киев, посмотреть вообще как-то круто, отдохнуть, познакомиться с прикольными людьми. Вообще, Киев, все-таки веселый народ, как ни крути. Так, привет из Анталии. Анталия, привет. Привет из нижнего нога. Перепор с контуром губ. Это очень похоже на аннелорок. Я не знаю. Кстати, я постоянно все эти родинки, у меня тоже есть родинки, я постоянно их закрашиваю. Тоналка забывай подрисовываю. У меня вот здесь родинка, вот здесь родинка и вот здесь родинка. То, что я их тоналкой захреначила, их не видно. На 10-летнюю. Тоналка, чтобы было видно, что у меня есть родинки. Вообще, я себе сделаю вот это, от аналки такая, делаю кружок такой вот. Ну ладно, не убирается. Ой, не убирается, как я вот. Надо подкрасить чуть-чуть. Так, тата, сколько стоит венеры? Я не отвечаю особо на вопросы, которые связаны с деньгами. В Китай к маме собираешься, в Китай пока нет. Привет из Омска. Омска, привет. Постарела. Слушайте, ну конечно, я не постарела, я повзрослела. Как я могла постареть? Конечно, повзрослела. Пришла, мне было 22 года, сегодня уже 20 лет скоро. Конечно, это большая разница, да? Из девчонки превращаюсь в девушку. Так, с кем доча? Доча с Валерой. Так. Откуда у тебя деньги? Нет у меня денег, откуда у меня деньги? Так, ты восхитительная, спасибо большое. Поворотник, выключи, если это... А зачем мне выключать поворотник, если я сейчас стою, и мне надо поворачивать налево. Так. Цвет волос не идет. А мне, кстати, больше нравится этот цвет волос. Мне кажется, много... Как-то дороже выглядит, что ли. Ну, мне больше нравится. Не, я считаю, что мне тот и тот цвет подходит, но все равно. Это привет, придай, пожалуйста. Чего, кому придать привет сейчас? Анжелочка, придете, большой привет. Кстати, в Беларуси я тоже была. В Беларуси мне очень нравится. Я была в городе Гродно. Это очень круто, конечно, было. Но я еще просто в семье была очень хорошая. Значит, давайте... Что вы знаете про гороскопы? Что вы про рыбу знаете? Ну-ка расскажите. Про женщин-рыб. А, кстати, вы моим сайтом пропользуетесь, которым я вам посоветовала. Traagos.ru Вы вообще посмотрели его? Это очень крутой сайт. Обязательно зайдите, посмотрите. Мне очень он нравится. Я хочу, чтобы вы его тоже проверили. Зайдите, обязательно потом напишитесь мне. Мне многие, кто... Кто зашел на этот сайт, подделал расклады, многие писали, что вообще круто. Просто благодарны. Поэтому обязательно зайдите, почитайте свою карту рождения. Именно карта любви рождения. Там такая карта любви с судьбой. Вообще прикольная тема. Ну, а все остальное, типа натальная карта, астральная, все остальное, это тоже другая тема, но тоже интересно, там тоже можно почитать. А это просто именно вот эта карта любви и судьбы. Это именно вот этого чувака, Роберта Кэмпа, разработка, очень интересная. Я рыба, я ни хрена не знаю себе. Кстати, такая же фигня, я тоже рыба, я вообще себя не знаю. Рыба ответственная и стрессоустойчивая. Кстати, стрессоустойчивая это 100%. 100%. Ну, вот ответственная не смогу сказать. Ответственная, ну так, бывают, конечно, косяки у меня. Так, что скажешь про мужчин скорпионов? Вообще ничего не знаю про мужчин скорпионов. Вы знаете, как ни парадоксально это бы не было, но в моей жизни у меня не бывает никаких других почему-то знаков, кроме водолеев, львов или весов. Все. Третьего мне не дано. Водолеи это вообще для меня туши свет, бросай гранату. Я реально считаю, что это вообще мне эти люди не подходят. Они очень такие своеобразные. Я поняла, что водолеи это точно не мое. Хотя и подруга у меня лучше тоже водолеи было. Но мужчин это немножко другое. И я вот как-то, нет, водолей прям, может это странно звучит, но реально, я их видела много в своей жизни. Мне только они попадаются, и это реально трэш-трэшовый. Так, у меня дочка рыба и муж, скорпионы лидера, очень крутые, пробивные, а я козерожка. А что вы скажете про весов мужчин? Для тебя нормы такие губы? мне нравятся бомбы. Огонь. А не губы. Так. Львы самые лучшие. львов я очень люблю. Львы потому что щедрые, заботливые, такие, любят опекать. А я люблю, кто любит опекать. Так, сага 8. Так, это ты или это фейк? Я щас не знаю. Так, любые самые-самые, да. Вы, кстати, реально прикольные, мне нравятся. Вы люди хорошие все. Так, ты куришь? Да, я курю. Раки добрые. У меня беточка рак, кстати, мне вот сообщи новость людям. Так, короче, вы видите сагу? Вот пишет. А, кстати, по поводу Даша, где наша? С Дашей я щас встречусь. На чем мы там что-нибудь? Кстати, я хочу похвастаться или не похвастаться, еще может быть рано. Короче, мы с Сакой будем записывать песню. У меня уже есть демо-версия. Осталось только мне записать мой куплет. Она сказала, что ты там что-то еще под меня подделаешь, да, Сак? Я такая довольная. Так, чем вам еще похвастаться? Больше пока хвастаться. нечем. Давайте лучше поговорим о том, какие водолей козлы. Так, подпишись тоже. Да, я, кстати, просто ни разу не лазила на твоей странице. Шучу. Я сейчас подпишусь. Да, я текст переделаю. Бомба, давай. Губы огонь, не слышай никого. Спасибо, мне тоже нравится. Мои губы. Под лицу все к лесу, понимаете? А кстати, а что ты думаешь, а ты этот, а ты не приедешь же, да, правильно, мне отсюда записать и скинуть. Клип, не хочешь ты на эту фигню снять? Ну, в смысле, ну ты понимаешь, что я не знаю. можно было бы прикольно что-то снять и тематику придумать. Водолей конченые люди. Губы посинели от холода? Ну, конечно. Я просто так замерзла, так замерзла. Я вышла из дома в шортиках, иду, понимаю, что что-то со мной не так. Чувствую, синеют губы. Смотрю, вот такие красивые, холодные губы. Так, привет, как прошел процесс с винирами? Отлично. Я вообще очень довольна, мне все нравится. Так, песня супер. Какая вот эта? Ой, я когда была маленькой, я любила эту песню. Candy. Что-то про hero, 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 hero. Так, куда едешь? Я сейчас еду в мост. Рыба немного тяжелая, применее. О, Эдик, примен. Я тебя вижу, видишь? Раньше первый раз не увидела. Ты едешь? О, Оскар, привет. Да, я еще еду. Я еду, но скоро буду. Знаешь, через сколько буду? Через 10 минут я там буду. Я в душу. Ну, давай. Так, Эдик, ты меня видишь? Так, про козерогов. Я, кстати, не знаю, что сказать про козерогов. Единственное, что я знаю, что они трудолюбивые. Наверное, на этом все. Как вчера погуляла? Я вчера погуляла хорошо. Ну, как погуляли? Мы просто с девочками сидели сначала на ужине. Вот. Потом нам было очень весело. А потом почему-то... Потом было обычно. Просто хорошо. Просто хорошо. Но уже не так весело. По-другому было весело. Вот. Как-то где-то. Что-то рановато. А я просто только дела закончила. Вот. Буквально, наверное, минут 30 назад, как машина села. У меня сегодня такой был тяжелый. Ну, не то, что тяжелый, но такой сложный день. Я даже устала, представляешь? Я реально что-то за эти... Ну, что-то подустала. Мне только такое редко бывает. Как я не буду мартные сообщения читать. Ката, я тебе завидую, только по-доброму. Ну, кстати, завидовать по-доброму, это хорошо. Объясню, почему. Я никогда не забуду один момент. Вообще, зависть это плохо. Знаете, почему? Потому что зависть порождает злость. У меня была такая ситуация как раз-таки с Ефременковой. И объявляют, что, типа, Юля будет ведущей этого шоу. И я понимаю... А, да, я понимаю, что, ну, типа, Юлю берут ведущей на работу, и все. У меня, конечно же, такая... Ну, не то, чтобы злость, мне стало немного обидно, и у меня такая заиграла зависть к ней. И я, вы знаете, я всю ночь так о ней думала, думаю, вот все как... Всякие гадости про нее в душе думала. И я утром просыпаюсь и понимаю, что так жить нельзя, как так можно жить, вот с такой, как бы, злостью кому-то. Я к ней подошла, говорю, слушай, Юля, я тебе вчера так сильно завидовала. Я говорю, прости меня, пожалуйста. Я говорю, я тебе в мыслях, вот, я тебе плохо думала. Я не права. И вы знаете, она была в шоке, потому что, в принципе, это было только в моих мыслях. Я могла бы никогда в жизни этого человеку не говорить. Но мне реально так было не по себе, что вот во мне вот кипит такая, ну, как бы гнев, а гнев-то злой. Я не хочу быть злой. Ну и все. Короче, я перед ней извинилась, ей было так приятно. И все. И знаете, через два дня меня тоже позвали быть ведущей. Шоу «Сплетницы» на ТНТ. И мы, кстати, с ней вместе вели это шоу. И, наверное, это круто, когда ты не умеешь завидовать. Это хорошо. Я вот с собой горжусь. Я с собой горжусь не потому, что я не умею завидовать, а потому, что я считаю, что я сделала взрослый такой шаг поступок. Это правильно. Вы со мной согласны? Вот. И поэтому как-то это для меня был большой урок, и я рада, что я его достойно вынесла. Так, умничка. Значит, так подобрая по-настоящему, не двуличная. Ну, кстати, я добрая, и точно плохо. Вы знаете, почему я не люблю фильм «Лунтик»? Потому что «Лунтик» чистый лох. Вот реальный лох. Нельзя быть таким лохом по жизни. Вы понимаете, о чем я? подключаю. Сейчас я тебя подключу. Так, подожди, вот я тебя вижу. Так, сейчас сага нам встает песню. Так. Че вы ржете? О, привет. Привет. Как ты? Где ты? Я дома. Я дома. Ну что, спой нам, саг? Что спеть? Не знаю, что угодно. Давай свое любимое. Или самое популярное отдавай. Это детство. Пускай сейчас девочки вписываются кипятком. Давай, зажигайся. Да нет. А ты куда едешь? Я еду сейчас, ну здесь вот, к Сити, к друзьям. К Даше? Ну нет, Даша попозже нет. Я к своим друзьям, потом Даша ко мне туда приедет. Она сейчас уже, по-моему, выехала. А ты с ней разговаривала по поводу студии? Она тебе ничего не сказала? Че там, когда у нас? Она сказала, что в понедельник. Ну у нас сроки поджимают же, да? Очень. Все, тогда максимально надо. Надо все отельно торопиться. А что, в понедельник я пойду уже переделанную записывать или вот эту? Или ты успеешь до понедельника сделать? Ну хотя да, успеешь, много времени. Я или сегодня, или завтра уже закончу. А, ну все тогда. Я думаю, что достаточно времени будет в понедельник, тогда если я все запишу, то я. И мы стартуем, и дальше. Будет круто. скажи же у меня красивые губы. Чего они глупости говорят? Они не глупо. Так, все, понятно? Тебя тут просят спеть. Нет, это лучше ты пой. ты же звезда. Да, мне это что-то какая-то звезда. Так, ну что, нам еще развезли. Да, надо всех порвать. Короче, мы... Я хочу топ-чарт, понимаешь? Ну вот. Об этом мы потом поговорим, и к этому придем. Да, обязательно, сто процентов. Это мы еще успеем сделать, Так что у нас сегодня все в порядке будет. Да, супер. Я, короче, тогда буду ждать эту штуку. А, когда Даша придет, мы тебя еще не берем. По WhatsApp только? Да, да, конечно. Все, давайте, ребята, вот здесь я сейчас выйду, я уже выхожу, я прощаюсь со всеми, и с тобой прощаюсь, и с подписчиками прощаюсь, всех целую, пока-пока, чай-пока, на созвоне. Все, пока-пока. Возьмите меня, спасибо. Ой, нет, или проехаю сейчас. Все, чао. Так.